Всем привет! Два часа мы говорим, два ближайших часа говорим о футболе. Глам в виде спорта и поздравляем, естественно, московский локомотив с победой в Кубке России. Юрий Павлович Сёмин выиграл пятый кубок, так что установил рекорд. Василий Вудкин, Игорь Катманов в студии. Василий, приветствую. Приветствую. Сейчас я закончу, кстати, твиттер, что мы начинаем эфир на Спорт.фм. Хорошо. И я буду полноценным участником беседы. Да, ну а я скажу, что у нас проходит опрос на странице Спорт.фм ВКонтакте. Согласны ли вы с высказыванием Павлюченко в адрес Ари? Вариант следующий. Да, полностью согласен. Пока этот вариант лидирует 48%. Нет, Павлюченко повел себя некрасиво 28%. И третий вариант это Павлюченко. Надо дисквалифицировать до конца сезона 24%. Ну, я, во-первых, напомню, что дисквалификации кубковые на чемпионат не распространяются. Хотя здесь уже горячие головы. И не только горячие, может, наоборот, да. Люди, которые рассуждают здраво, они считают, что Ари достоин серьезной дисквалификации. Ну, не знаю как. Я уже провел в своем твиттере опрос большой. Приняло участие 5,5 тысяч человек. Вот. И с Павлюченко согласны, что Ари действительно он. Да. Он. 21%. Что не он считает 10%. Что Павлюченко сам он 17%. И 22% считает, что Ари воздушный шарик. А я вообще считаю, что финал получился, как он. Какой-то скомканный финал. И вот, наверное, это... Вот, честно говоря, вот эта драка, которая была в конце матча, наверное, это главное, что запомнится всем. Это в любом случае, наверное, без запомнится. Ну, нет, почему? После гола было довольно интересно смотреть, мне кажется. Я смотрел финал не полностью, я смотрел начало, потом я просто переехал с одного места в другое. Там мне нужно было комментировать в публичном месте Лигу чемпионов, и я переезжал. Вот. Я смотрел примерно, скажем так, первые 30 минут и последние 25. И мне кажется, что после гола было довольно зажигательно. Ну, да, я тоже. Это чем-то напоминало бокс Тайсон Холифилд после того, как Холифилд откусили ухо. Вот такой могучий махач без всякого порядка. Ну, вообще, то, что сделал Ария, это вопиюще вообще. Да, это вопиюще. Это, ну, я не знаю, какой дисквалификации это достойно, там, 10 матчей или сколько. Ну, это просто ужасно. Ну, да, безусловно. Ну, что здесь говорить. Человек на поле устроил махач. Что же тебе делать? Ну, ты вспомни, мы же видели однажды, лет 10 назад, подобное в матче ЦСКА Сатурну. И как-то никакими великими санкциями дело не закончилось. Там даже еще круче было. А, покруче было, пожалуй, да. Покруче, пожестче. Да, это, наверное, самая яркая драка была в российском футболе. Вот это, наверное, может на втором месте будет. Ну, похоже, да. Похоже, да. Тоже можно, кстати, было устроить опрос, какая драка вам больше понравилась. Ну, а что касается... Ну, ту не все помнят. Ну, там еще и... Там, кстати, тоже южноамериканцы участвовали в этой драке. Так же, как и вот в той, которая была в Сочи. И главное, что все это происходило, ну, на глазах у Виталия Мутко, да. И он как-то особо на это, я так понял, не отреагировал. Он даже так потрепал по голове Ари, погладил по лысине, что-то там сшепнул ему на ухо, когда вручали кубы. Я думаю, что Виталий Лёвич просто не смотрел. Я думаю, что он просто приехал вручить. Вот. И, наверное, сидел в ложе, пил чай. Я не иронизирую, потому что я сейчас человек не пьющий. Вот. Сидел в ложе, пил чай, разговаривал с кем-то. Ну, как разговаривал? Разговаривать с Виталием Чемутко, это значит слушать Виталию Чемутко. Он с кем-то разговаривал, наверное, все это время. Потом сказал, оп, пора я тебя награждать. А кого? А, а локомотив. Вот, прекрасно. Пошел и наградил. И все по-честному сделал. Я думаю, что он просто не видел этого эпизода. Мне так кажется. Вполне вероятно. Но сам Мутко сказал, что КДК, естественно, рассмотрит эту ситуацию с дракой. Решения будут приняты по действующим лицам в этой драке. И, как сказал Виталий Леонтьевич, это немного подпортило футбол. Понятно, эмоции не хотели проигрывать, но они, профессионалы, должны держать себя в руках. А судья разобрался. Кто, интересно, не хотел проигрывать? Ари не хотел проигрывать? Ну, наверное, да. Ари уже не проигрывал к этому моменту. Фиддлер не хотел проигрывать, а Ари, наверное, просто захотел подраться. Но, как он сказал сам, он, дескать, вступился за фарфана, насколько я понимаю. Нет, ну, Ари горячий парень, понимаешь. Но он, в конце концов, то из разбитой машины раненых вытаскивает, то вступается еще за кого-то. Ну, такой человек, что поделать. Ну, я думаю, эпизод-то с разбитой машиной все-таки перевешивает эпизод с дракой. Нет, просто это разные эпизоды. Просто можно быть хулиганом в одном случае и героем в другой. Вот и все. Но за каждый эпизод ты несешь, соответственно, самостоятельный эпизод. Нет, если уходить от шуток, то эпизод, в любом случае, безобразный. И за него, конечно же, нужно наказать по полной. А как ты относишься к словам Павлюченко? Что это? Просто эмоции? Павлюченко? Да. А что такое особенного? Послушай, я уже примерно три недели содержу дворовую футбольную команду. Там такие слова, иногда, звучат. Это футбол, часть футбола, то же самое. Там же не предлагают кого-то выгнать из страны, допустим. Пускай уезжают в свою... Ну, знаешь, классический футбольный посыл, который, не цитируем в радиоэфире, он дальше, чем из страны, высылает вообще-то. Это нужно вот так рассматривать. Вот и все. Так, посмотрим, что вы пишете. Павлюченко сам вести себя не умеет. Ари, конечно, матчи на пять нужно отстранить от футбола. Ну, дело в том, что, опять-таки, его могут, насколько я понимаю, отстранить только от кубкового футбола на пять матчей, потому что дисквалификации распространяются в кубковых матчах, они распространяются, соответственно, на кубок. Да. В рамках турнира. И никаких исключений здесь уже, соответственно, не сделаешь. Можно, конечно, внести поправки в закон, как это у нас часто бывает. Ну, я думаю, что здесь, если говорить о правилах, то, на мой взгляд, есть, скажем так, как бы это сформулировать, это, есть санкции такого абсолютно дисциплинарного свойства, санкции за слова. Вот я считаю, что санкции за оскорбление должны распространяться на все турниры. Потому что это неважно. Вот санкции за футбольные нарушения, за грубости и так далее, они должны оставаться внутри соревнований. А санкции, вот как бы это сказать, сугубо дисциплинарного свойства, я думаю, что должны на все распространяться. Подожди, я не понимаю, ты считаешь, что Павлюченко это... Ну, допустим, за проявление расизма, которого в данном случае не было, я считаю, что должно распространяться на все турниры. А за драку? Тоже. То есть это как хулиганство? Да. Понятно. Что случилось с Игорем Денисовым, нас спрашивают. Ну, я подчеркиваю, что это не может быть в данном случае к этому эпизоду, потому что это, может быть, в будущем, может быть, когда будет рассмотрено. А сейчас, ну, все по закону должно быть. Я, честно говоря, не знаю, что случилось с Игорем Денисом. Нам пишут, что Игорь Денисов не присутствовал на гражданине и празднование сбежал сразу после матча. Ну, он всегда был странным. У него бы там бурбули, наверное, были не кормлены. Или бурбуля там как-то. Называются собаки там. А только он в Сочи, может, привез? Ну, не знаю. Я не знаю, где он сейчас содержит, но так или иначе, ну, Денисов был и есть странный парень. Насколько я знаю, его не особенно интересуют деньги, его не особенно интересуют титулы, его не особенно интересуют, там, не знаю, титулы, его не особенно интересует, там, членство сборной России. И вот точно известно, что Игорь Денисов интересует только деньги. Ну, вот. Не знаю, только ли они одни, но они точно его интересуют. Это просто доказано жизнью уже и подтверждено. Ну, наверное, понял, что выиграл, ну, поехал, че. Хотя, в конце концов, послушай, Игорь, ну, это же Сочи. Ну, море. Ну, может, там шашлыки перегорали уже. Может быть, да. А может быть, у него, наоборот, какие-то проблемы были, он, не знаю, в семье торопился. А может быть, и проблемы какие-то были. Я же еще раз говорю, у Игоря Денисова гораздо, есть очень много вещей, которые он ценит выше титулов футбольных. Поэтому я совершенно тем не удивлен. Я надеюсь, что он успел по своим делам. Надеюсь, что все его родные и близкие здоровы, и все у них в порядке. Ну, голым праздновал очень эмоционально. Так, ну, давайте посмотрим, что вы нам пишете. Во-первых, здесь очень много вопросов по дерби прошедшему. Так. Ну, давай тогда по дерби поговорим. Давай по дерби. Спартак, все, чемпион, может быть, раскроешь секрет? Да, Спартак, нет, не раскрою. Почему? Ну, потому что формально еще не все. А, ну, хорошо. Секрет раскрою, когда будет оформлено. А так, если говорить по логике вещей, то да, действительно, вопрос к чемпионству закрыт. Состав матч за суперкубок ясен. Скажем так. Да, и как уже сказал Геркус, мы... Забыл. Сейчас где-то цитату потерял. Это наше Черкизово. Мы покажем им это наше Черкизово. Я с удовольствием поздравляю своего доброго старого товарища Илью Геркуса с этой победой. Вот, я уже сделал это лично. Но вот еще раз хочу сказать, что вот Илью я поздравляю. И очень за него персонально рад. Присоединяемся к поздравлениям. Ну, и всем болельщикам Локомотива, конечно же. Потому что по этому сезону Кубок это была главная цель. Была главная цель для московского Локомотива. И таким образом Локомотив попадает в Европу. Ну что ж, посмотрим по дерби, да. Переиграл Каррера, получается, Гончаренко? Нет, Каррера не переиграл никого. И вообще эта игра была с точки зрения, мне кажется, организации вполне дворовая. Игра была очень низкого уровня с точки зрения организации игры. Вот, исключая, может быть, первые 15 минут, когда Гончаренко, если это придумал, некий штурм. ЦСКА доминировал. Да, некую атаку. ЦСКА, безусловно, доминировал. Вот, но ЦСКА недооценил обаяние Артема Реброва. Те же знают, что Артем Ребров целует штанги. Ну, дело в том, что на ЦСКА, на студении ЦСКА, который пока еще неправильно называть ВЭП-ареной, поскольку контракт еще не заключен, вот, ЦСКА... Вроде официально все называют, нет? Нет, 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 нет. Контракт не подписан, сколько я знаю. Вот. Мне, собственно, все равно. Просто, по моей информации, контракт не подписан. Он, наверное, будет подписан. Просто, ну, неважно. Так вот, о, Мария Терская к нам пришла. Вот, какое счастье. Так вот, я хотел сказать, что было недооценено обаяние Артема Реброва. Дело в том, что штанги на студении ЦСКА он сломал первый раз в жизни. Было неизвестно, как они его примут. Они могли бы его приревновать. Но уже на первой минуте стало ясно, они его полюбили. И вот после этого, вот после этого, стало ясно, что этот фактор недооценен. Он вообще... Но он так зацеловал штанги, что во втором тайме это даже Игорю Кенфееву пригодилось. Да, да, да. Ну, как в сишке-порошке, ну, все, подумал, Чувшесков засос. Да? Значит, как бы то ни было, что случилось, то случилось. ЦСКА, безусловно, выглядел более организованной командой, но еще раз было доказано, что какой бы то ни был организованной командой, если у тебя нет нападающего, хоть оборганизуйся. Моменты не реализовал, все. Это была игра про реализацию моментов. Ну, и еще я бы хотел поговорить потом про великого бога статистики, но, наверное, это уже пусто, как мы дадим слово Маш Терский. Да, конечно. Маш, привет. Нет, я оговорился, конечно, а не пошутил. Вот так вот. Слушай, бы сказал, что пошутил, было бы смешнее. От Марии Терской. Хорошо. Я честно признаюсь. Ну, что ж... Я не договорил про статистику. Мы возвращаемся к событиям матча «Спартак» ЦСКА. Вот, друзья мои, вот цена всей вашей любимой статистики. По поводу Виктора Васина. Да? По поводу Васина, защитника, который... Защитник ЦСКА, который был лучшим по статистике вообще в течение всего сезона. Статистика – это просто галимая, я не знаю, что так назвать, это речневая каша. Ну, я бы не сказал. Нет, так оно и есть. Так оно и есть. Потому что важно, как ты проявляешь себя в ключевые моменты. А в другие можешь хоть... Хоть абстатистичься, там, как угодно, неважно. То есть в ключевые моменты ты делаешь вот то, что делает Васин, то, что на твоей статистики. А может, это разовое затмение? Нет? Какое-то имеет значение. Именно в этот момент и надо было сделать то, что делает любой защитник. Вынести мяч к чертям. Куда угодно. К голубям, к воробьям, к чертям. Да что, ну, любой, вот это прекрасно. Нашло затмение. А на самом деле он... Нет, ребята, он не лучший. Это вы ЦСКА до Уфы опустили, взяв Васина в основу. Они Васина из Уфы в ЦСКА подняли. Каким он был, таким он и остался. Да, причем он, может, 28 уже. Четыре года по арендам или три, там, я не знаю. Вот она, цена вашей всей статистики. Важно не, как ты проявляешь себя на протяжении, там, с первой по 90 минут каждого тура чемпионата России, а важно, как ты проявляешь себя в ключевые моменты. Это, кстати говоря, очень хорошо видно по теннису. Вот великие теннисные комментаторы, настоящие теннисные комментаторы никогда не анализируют статистику. Потому что они прекрасно знают. Теннис вообще очень своеобразная игра. Там можно выиграть меньше геймов, но выиграть матч, да, чем соперник. Важно не то, как ты подаешь весь матч, а важно то, как ты подаешь в самый нужный момент. Вот это важно. И эта статистика не исчисляется. Не, ну подожди. А с другой стороны, вот те подачи, которые были до самой важной подачи, они же тоже играют роль? Насчет матча же они влияют, правильно? Я понимаю, что статистика, она не... Это все перечеркивает. Я вообще не знаю. Это все перечеркивает. Я сейчас согласен. Вот, вот что важно. Пожалуйста, анализируйте. Пожалуйста, анализируйте. Для того, чтобы понять, на чем работает на тренировках и так далее и тому подобное. Но если человек паникер, он может быть чемпионом статистики во всех остальных матчах. Вот этот биатлонист Агаранчев, да? Прекрасный биатлонист, прекрасный. Но все равно, что в эстафету ее вставить нельзя. Да? Ну нельзя. Ну будет кошмар. В девяти случаях из десяти. Вот и все. А статистика великолепная. Место в рейтинге, там как у них это называется, да? В Кубке мира, там какой-то есть, да? Общий зачет. Общий зачет, там все что угодно. Есть статистика стрельбы. Но это не сработает, когда его поставишь в эстафету. В девяти случаях из десяти. Поэтому лучше не стоит рисковать. Вот здесь. Просят твое мнение, почему на дерби не было аншлага, вообще твое отношение к этому и к... Потому что Гиннер не умеет продавать билеты. Он вообще не думает о публике. Он не умеет этого делать. Гиннер и Роман Бабаев не умеют продавать билеты. И никогда, видимо, уже не научатся. Есть звонки у нас. Феликс дозвонился на Спорт.ФМ. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел бы поздравить футболистов Лукомотива с победой. Отдельное спасибо болельщикам за массовый выезд. А вопрос? По опросу, значит, хотел... Тоже мне дублесть. Массово выехать в Сочи, интересно. Ну, такого не было уже очень давно. Это первый раз. Ну, так и в Сочи давно не играли. Вы их люди в Сочи. Что благодарить-то? Прекрасно люди провели время. Искупались. Вопрос ваш. Феликс время поджимает. Вопрос, значит, считаете... По поводу ЦСКА «Спартак». Считаете ли вы, что «Спартак» является командой заслуженной на первом месте? Как мне кажется, это не чемпионская игра и не чемпионская команда. А кто чемпионская команда? Чемпионская команда, я считаю, по игре, по игре. Ближе было ЦСКА до этого. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, как? У «Спартака» такой отрыв. Есть два соображения по этому поводу. Во-первых, да, действительно, не каждый раз в чемпионате бывает команда, которая лучше всех показывает самый качественный футбол, организованный, который там поддается расшифровке, идеи которого понятны и так далее. Но чемпионаты разыгрываются каждый год. Поэтому на каждый год больших команд не напасешься. Что касается заслуженности, это идиотская послугка вопроса, потому что никакого способа выяснить лучше, кто больше заслуживает, чем провести двухкруговой турнир, матч дома, матч на выезде, лучшего способа выяснить, кто заслуживает, не существует. Вы говорите, а мне не нравится, что «Спартак» будет чемпионом. Вот вы так говорите. А про заслуженность не надо. Не надо про заслуженность. С четвертого тура команда, как у нас, 28-й был, да, по 28-й лидирует в чемпионате. Исключительно «Спартак» идет на первом месте. С большим отрывом, с меньшим отрывом, сейчас со значительным отрывом. Как можно говорить о незаслуженности? Вы можете говорить, что вам это не нравится. Вы можете говорить, что было бы лучше по-другому, по вашему мнению. Но о заслуженности, о справедливости вы не говорите. Потому что более справедливого способа, более объективного способа выяснить, кто заслуживает, чем двухкруговой турнир, матч дома, матч на выезде, не существует. Или предложите его. Вот и все. Ну что ж, я напоминаю, можете звонить 276-093-2 или 1-93-2. Это телефоны прямого эфира «Спорт.ФМ». Задавать свои вопросы Василию Уткину мы тогда ненадолго прервемся. Продолжается программа «100% футбола». Василий Уткин, Игорь Кэтманов. В студии «Спорт.ФМ» говорим о футболе. Естественно, о прошедшем финальном матче Кубка России, в котором «Локомотив» обыграл «Урал». Конечно же, с Василием мы поговорили и по дерби ЦСКА «Спартак». Ну и, конечно же, сегодня матч 1-2 финала Лиги Чемпионов. «Монако» против «Ювентуса». Напомню также, что и полуфинал Лиги Европы. «Аякс Леон» 19-45-21-45 «Монако-Ювентус». И у нас на прямой связи комментатор «Матч ТВ», ведущий «Спорт.ФМ» Нобеля Рустамян. Как раз-таки о матче «Монако-Ювентус». Нобель, приветствуем тебя. Здравствуйте, здравствуйте. Игорь, привет, Вася. Нобель, не вас в «Монако»? Нет, Вася, только «Ювентус». Сегодня. Так, я против «Монако» как команда и как княжество, естественно. Ничего не имею против. Только «За». Так, ну и скажи нам, пожалуйста, какие шансы, на твой взгляд, у «Монако» в противостоянии с «Ювентусом»? Мне так видится, что их очень мало. Во-первых, Сидибе, да, сегодня, скорее всего, не сыграет. И под вопросом участия «Бакаяко». Это основные игроки «Монако». Плюс ко всему мы видели силу «Ювентуса» реально. Если это изменит ситуацию и твои прогнозы, то сегодня у «Ювента» не играет «Сидира». Тоже игрок основы «Ювентуса». Он дисквалифицирован, да. Имеет равное значение для своих команд. Я думаю, что у «Монако» нормальные шансы. Вопрос просто в том, меня больше не интересует, как игра будет развиваться. Игры будут развиваться, чем у нас и первая игра. Потому что, мне кажется, важный момент. Все команды, предыдущие, с кем играл «Монако», они с удовольствием, знаешь, втягивались в эту... Открытый футбол. Открывающую гонку с «Монако», да, в эту стрелку голевую. И «Манчестер-Сити» этим увлекся. Мне в первых матчах, наверное, где это было, в принципе, нормально для «Сити» и «Дортмунд». Мне «Ювентуса» так, конечно, не будет играть. И это вот... Ну, с «Дортмундом» другая история была. Ну, в основном, в основном, второй матч получился голевым, да. Второй матч уже был после первого, который «Дортмунд» проиграл. А первый он проиграл, потому что случился эксцесс, после которого трудно было с... Ну, да, потому что итог был таким, что получилась игра, кто больше забьет. Ну, по сути, да, то есть... А обычно как? Здесь, я думаю, что стороны будет кто меньше пропустит. Да, вот это кто меньше пропустит. Это итальянский подход. Кто меньше пропустит? Когда меньше пропустит. И в этом плане, я думаю, что «Ювентус» не будет, конечно, сегодня не пытаться... Вот правило, да, забить гол на выезд. Но очень важное. Да, особенно в современных двухраундах в противостояниях, когда нигелируется где-то игра, ну, как бы домашняя, гостевая. Но сейчас, я думаю, что «Ювентус» старается максимально сыграть надежно. И, скорее, для «Ювести» цель не пропустить, не попытаться увязнуть, да, вот, вязаться в эту гонку голевую. А все же максимально потушить огонь на «Монако» и вот делать игру максимально простой для «Юви». То есть на 0-0 и надеяться, возможно, на ответный матч, где будет победа, ну, опять-таки, вообще, болельщиков. Ну, опять-таки, ты за то, что самое интересное мы уже посмотрели вчера, и дальше до финала можно телевизор не включать, да? Ну, нет, наоборот. «Ювентус» сыграющий на 0-0, это та еще песня. Нет, почему? Нет, ну, имея в атаке дебавы, фуаина, квадраты, «Ювентус» еще будет иметь свои моменты. Я не говорю, что «Ювентус» станет как с «Барселоной», да и с «Барселоной» имел моменты нормальные. «Ювентус» не будет стоять так, как стоял, например, «Интер» в 2010 году в матче с «Барселоной». «Ювентус» будет играть, в том числе, в атаку, но «Ювентус» не будет это делать угождая «Монако», который, естественно, хочет играть в такой же футбол и может играть в такой же футбол. Этого не случится, я так думаю. Я не думаю, что не будет там, например, выражаясь языком букмекера, тот, кто больше не будет. Я думаю, что не будет меньше. Слободи. Да, 1-1. Слободи. 1-0, что-то в пользу, либо «Ювель», либо «Монако». Но если не будет, то, кто больше не будет. Слободи. Посмотрим, Вася. Сейчас, знаешь, хочется мне лично финала «Реал-Ювентус». Мне хочется финал «Реал-Монако». Ну, видишь, в «Монако» есть все шансы, чтобы твою идею, твою мечту... Мне хочется финал «Реал-Монако», потому что, наверное, все-таки «Атлетико» может там не увидим точно, я так полагаю. Как ты считаешь? Я всегда не увидел. Ну, а что за тоска смотреть на «Ювентус» в финале? Ну, что это ей-богу? Почему тоска? Ну, опять же, станут на 0-0 играть. «Ювентус-3» заявил Барселоне. «Ювентус» — это тоскливая черно-белая история. Нет, ты не прав. Одну секундочку, а можно я скажу? Да. Тоскливая черно-белая история о том, что жизнь — есть черная полоса, есть белая полоса. Потом вот все эти ваши садоводческие измышления, то, что «Ювентус созрел», тоже мне яблоко или картошка. Вот «созрел». Ну, «созрел», интересно, «созрел». Я так не говорю. А вот, ну, ты все время так говоришь. «Монако» не дозрел. А вот такая история, как история «Монако», не было уже больше 20 лет. Последний раз вот так вот молодая, ниоткуда команда взлетала. В 95-м году это был «Аякс». И я очень сожалею... А я договорил, можно? Да ну что это? Это была другая история. Это все другая «Монако». А вот сейчас молодая команда, которая несет в себя новые совершенно имена, новую идею. И, кстати говоря, безусловно, лучший тренер Лиги Чемпионов этого года Леонардо Жардин. Вот это действительно... Вот я бы хотел, чтобы... Я вдруг понял, что я хочу, чтобы новое поколение болельщиков увидело пример такой команды, которая взлетает, которая взлетает на молодежи, которая взлетает на новые какой-то игровой идеи. И, может быть, даже вот это будет такой сполох на небе. Да, вот она не останется там, как «Рефим». Ее, наверное, разберут. Вот я это видел в «Аяксе» с 95-го года. А вот уже 20 лет, уже студенты мои уже этого не видели, понимаешь? Какие мои команды этого не видели? И не помнят этого. Я хочу, чтобы люди посмотрели на такой феномен. Вот чего я хочу. Ну, в крайнем случае, разберут «Ювентус». Они уже насмотрелись. Уже матчи с Мачеттер-Сити с 2, но два матча с «Ювентусом» будет впереди. Поэтому 8 матчей... Это не хватит. Нужен титул. Нужен титул. Если будет играть «Монако» в финале против «Реала». В финале «Реал-Монако» ты болеешь за «Монако». Да. Я буду болеть за «Монако» вообще весь оставшийся цикл. Да. Все, я зафиксировал. Короче, понятно. Если «Барселону» в «Ювентусу» не забило, это «Звездные» их трио, да, МСН, значит, «Монако» это будет еще сложнее сделать. В общем... Нет, я так не говорил. Я так не говорил, Игорь. Ну, хорошо. Играем на 0-0. Хорошо. А как скажешь? Добрый, а где ты находишься сейчас? Я с Михаилом Поленовым сейчас еду по Московскому кольцевому... По Московскому центральному кольцу. То есть ты не на игре? То есть ты не на игре? Я понял. Хорошо. Нет, нет. Мы с Михаилом Поленовым сейчас едем по этой прекрасной... Передавай Михаилу привет и чтобы еще он отвечал на смс-ки. А то что там перестал. Хорошо. Хорошо, спасибо. Договорились, давай. Спасибо. Это был Нобеля Рустамяна. Ну что ж, символично по прекрасной железной дороге после победы локомотива в Кубке России едет Нобель и рассуждает о матче Ювентуса и Монако. Точнее, Монако-Ювентус сегодня у нас в Монако. Бритоголовый, как Ари. Да. Но не такой агрессивный. О-о-о. Не видал ты еще Нобеля. Да? Ну, надеюсь. Итак, сегодня Монако-Ювентус. А если Леонардо Жордим, допустим, крупно проигрывает в полуфинале вот Ювентус, вот на твой взгляд, вот я думаю, что он все равно заслуживает титула лучшего тренера. Ну, это все-таки всегда бывает напрямую связано с титулом чемпиона. Конечно, Жордим, скорее всего, обрастет в этом году титулом чемпиона Франции. вот, но чемпион Франции не самая такая сладкая история. Вот если он где-то в финал там проиграет, это не будет иметь, мне кажется, значения. Жордим очень интересно, потому что он перестраивает команду и по ходу матча. Видно, что у них есть наработанные варианты, видно, что у них есть работанные стандартные положения. Работает тренер, в общем-то, да? Вот у Реала все стандартные положения наработки это вот Криштиану отмерить, отойти и ноги расставить. А больше ничего нет. А там ничего и не надо с таким составом. вот им, конечно, конечно. Я об этом и говорю, да. Вот, но у Жордима другая задача. Мне кажется, что это очень интересное явление. То есть, ты хочешь сказать, что вот Зидан работает в мадридском Реале и мы не можем реально оценить Зидан, его потенциал как тренера? Да нет, просто это же вечный путь развития футбола двумя дорогами. Есть команда, которая собирает звезд, собирает футболист с уникальными возможностями. Есть команда, которая не может себе этого позволить и они строят ловушки. Вот и все. Но там больше зависит от тренерской мысли. у Реалу нет нужды строить ловушки. Все же определяет результат. Про римское дерби спрашивают про Тотти. Про Тотти мы, кстати, еще обязательно поговорим, потому что мне кажется... А что про него говорить? Сокарик не мужик, заканчивает с футболом. Что может прозаичнее? Легенда средней команды. Согласен. Ну и что? Ну и заканчивает. Ну и пускай заканчивает. Тоже мне драма. Тоже мне драма. Человек в 40 лет заканчивает играть в футбол. Хо! Реклама Говорим о футболе на Спорт.ФМ Василий Уткин Игорь Катманов Можете звонить 276-093-2 или 1-93-2 Это телефоны прямого эфира Спорт.ФМ Код Москвы 495 Но сейчас в студии появилась Мария Терска и ей передаем слово Пошедшие из ситуации в финальном матче Кубка России По драке Да, да, да. И по поводу своих высказываний Он заявил, что Ария должен понести наказание в виде многоматчевой дисквалификации Но при этом отметил, что оскорблять его в беседе с журналистами не стоило Ну, я напомню всем эту историю Встреча Урала и Локомотива проходила накануне Он назвал его презервативом Да, да, да И, в общем, в конце встречи футболисты устроили потасовку Четверо в том числе Арии были удалены с поля И после матча в смешанной зоне Павлюченко на просьбу прокомментировать состоявшуюся игру Вот именно так Арии и обозвал И сейчас считает, что бразилец который приезжает Ну, в принципе любой иностранец по словам Павлюченко который приезжает в другую страну работает там да, играет в футбол получает за это деньги не должен себя вести подобным подобным образом Вот этого Павлюченко не уточнил Ну, при этом конечно сказал что да, я тоже не должен был употреблять соответствующие выражения и по поводу своего потенциального наказания он считает что, процитирую его наверное, что-то будет я уже был наказан недавно сейчас опять в центре скандала но что поделаешь что произошло то произошло Вот так Понятно Интересно все-таки вот как здесь это связано с, так сказать бразильством ария Ну, нет он имеет ввиду что тут, наверное смысл был в том что чужой монастырь как говорится да, со своим уставом то есть не важно бразилиц или кто-то другой ну, любой иностранец в общем это не бразильский устав во всех во всех странах дерутся примерно по одним и тем же поводам дерутся или не дерутся ну, понимаете мы же очень любим Рана Павличенко мы знаем его за ним очень много разных достижений очень много разных успехов мы помним прекрасное Евро 2008 да мы его любим и ценим но не за то что он умный именно этого о нем мы не знаем мы вот не знаю, что он хороший футболист вот а это не одно и то же ну, наговорил человек и наговорил 40 бочек арестантов ну, пожалуйста что ж теперь сделаешь Ари подрался Волченко и наговорил вот они друг другу стоят ну, в принципе, да равнозначно Григорий Иванов сказал что свободная страна и каждый может говорить все, что захочет ну, не все, что захочет конечно же потому что есть еще и законы какие-то, да потому что нельзя призывать к насилию например, да к свержению государственного строя нельзя призывать вроде к насилию не призывал, да не призывал, да совершенно верно а так, получается что они с Ари оба, получается такие вот из одной пачки друг друга стоят в общем контрацептивы, да это все стоит друг другу конечно, а что ж и нормально ну, теперь более приятные новости у одного нет нервов у другого мозгов ну, и нормально все хорошо да, теперь новости поприятнее галкипер ЦСКА Илья Сорокин и нападающий армейцев Кирилл Капризов в минувшем сезоне который выступал за уфимский Слават Юлаев претендует на награду лучшему молодому хоккеисту Европы победители будут объявлены 13 июня в Праге и соперниками наших игроков в споре вот за эту награду являются не столь известные хоккеисты это нападающий шведский Юэль Эриксон Эк чех Доминик Куболик и Оскар Линдблум также из Швеции как вы думаете удастся Сорокину или Капризову обойти соперников своих по всему психологию я слышал впервые нет ну Капризову Сорокину Линдбл я тоже слышал но не знаю честно говоря я так внимательно не слежу за шведскими игроками ну будем надеяться в любом случае и новости солнечной Ларнаки где проходит Кубок мира по стендовой стрельбе там россиянин Артем Некрасов завоевал да очень главное не событие а главное то где оно состоялось так вот россиянин Артем Некрасов завоевал серебряную медаль в дабл трапе на очередном этапе Кубка мира в финале он набрал аж 72 очка из 80 возможных то есть ну практически на 4 с плюсом сдал да всего лишь на все ну все равно неплохо ну понятно лучшие российские стрельки сейчас выступают в Сирии да уж победу одержал итальянец Даниэль Деспиньо и третьим стал еще один итальянец Давида Гаспорини вот так вот спасибо ну да а что касается Романа Павличенко то я сам человек которому он однажды хотел вернее собирался подрезать язык подрезать да 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 ну отрезать или подрезать там я не знаю чего уж он имел ввиду была такая история но ничего страшного в конце концов я же понимаешь это я бегать с Романом Павличенко в запуске не могу а так если вот захочет подрезать мне язык так у нас небесовые категории это разные вот что я ему тогда и объяснил ничего страшного нет Ари Ари заслуживает всяческого порицания но то что Рома не очень хорошо умеет вражать свои мысли в минуты душевной невзгоды это давно известно и тоже мне эта история кажется бесконечно милой вот и все она бесконечно мила очень хороша и в общем ну что в конце концов два мужика языками зацепились что может быть прозаичнее и веселее из этого рождаются кинокомедии драмы иногда трагедии рождаются надеюсь если этого не дойдет ну да главное чтобы трагедии не было у нас звонки зато есть Александр на спорт.фм позвонил здравствуйте да здравствуйте Василий здравствуйте Игорь у меня вопрос по ЦСКА один и один по Лиге Чемпионов по ЦСКА хотел спросить как Василий оценивает игру Витинь и каковы его перспективы вообще в ЦСКА может ли он лидером стать Витинь не соответствует витинь не соответствует уровню задач которая по ЦСКА да ладно мое мнение а второй вопрос да ты пропал вы исчезли жалко вопросов по Лиге Чемпионов не будет может быть еще будут звонки а почему Витинь не соответствует тем задачам которые ставит перед собой ЦСКА потому что не соответствует и все скажи почему соответствует боже ты мой а кто тогда в ЦСКА соответствует ЦСКА нападающего нет ну должно в уровне сейчас я не знаю я не готов оценивать перспективы Чалова потому что я вообще не умею оценить перспективы молодых игроков я просто не обладаю таким опытом способностями и знаниями вот но в остальном да нету и все а ты имеешь ввиду Витиню как центрального нападающего да да здесь я согласен в принципе это наверное не его позиция а какая у него позиция я думаю под нападающим он лучше сыграет или второго форварда ну жизнь покажет пока по моему он очень хорошо соответствует позиция охранника в клубе нет это и позиция лучше Ари все-таки наверное соответствует правда он не в ЦСКА может быть и Ари тоже не знаю есть еще звонки Дмитрий здравствуйте Добрый день ребят хорошего эфира первое хочу сказать что я с Василием полностью согласен по поводу Монако я считаю что конечно же это было бы прекрасно если такая команда смогла выиграть либо чемпионов или финале хотя бы оказалось и второе вот по поводу финала кубка России вчерашнего вот свое мнение хочу коротко сказать и потом ваши ребята тоже все-таки мне кажется что слишком много именно собак вешают именно на Ари то есть и Фиддлер вообще в стороне то есть как будто бы он не был совсем зачинщиком всего этого конфликта инициатором да то есть почему-то у нас Ари главный владей оказался и все собаки на него и его надо там ну дело в том что в этом конфликте Ари вел себя агрессивнее всех да правильно какая разница что степень агрессии это же драка это же мускай ситуация слушайте Фиддлер получил красную карточку так же как Ари вам кто-то там гудит спасибо вам за звонок я не знаю Василий согласен всех собак вешают на Ари ну вы знаете драка вообще дело такое несправедливое поэтому что же теперь судите за то что вы на всех собак одинаково повесили на кого-то больше на кого-то меньше кто-то больше лучше себя проявил кто-то ярче кто-то тусклее тут какие проблемы собственно вот поэтому будем считать что Ари проявил себя в этой драке ярче всех я просто помню что 4 красные карточки это был рекорд чемпионатов России до сих пор это кубок я помню этот матч прекрасный матч Алани Спартак который судил еще тогда бывший арбитром Николай Левников ну вот снова мы выделили 4 красные карточки я считаю что это вообще событие которое стоит запомнить так ну а здесь нам пишут на ватсап Василия вы раньше говорили что Реал Мадрид и Ювентус ваши две любимые команды или это уже не так а я еще много раз говорю что я не болельщик и я могу болеть за разные команды да действительно исторически я симпатизирую Реалу Ювентус я очень люблю по дружбе так сказать но я же вы не слушайте меня я все эти годы говорю что я не болельщик мои симпатии меняются хотите называйте меня Глори Хантером хотите что угодно я считаю что сейчас весна и я вполне вправе влюбиться в Монако тут возмущаются по Франческо Тотти чемпионы мира исторически невелики чемпионом мира 23 человека было вы по Гроссу так плакали когда он уходил по Матераци плакали таким образом человек в 40 лет уходит из футбола что может прозаичнее я думаю здесь просто вопрос в том что он отыграл все это время больше поэзии в том что я сяду на диету чем в том что все уходит из футбола из Ромы куда угодно просто редкое явление в нынешнем современном футболе да безусловно легенда безусловно легенда средней команды но не мирового футбола вот не нужно менять подмирать другим здесь надо наверное еще учитывать тот факт что у Тоти на протяжении практически всей карьеры самый большой контракт был среди всех футболистов это пожалуйста чего еще деньги считать нет я к тому что все говорят вот он не уходил из Ромы во-первых у него может быть не было предложений во-вторых во-первых он никому не был больше нужен вот потому что на рынке мировых звезд он абсолютно средняя величина ну конечно в честь теоретических вполне возможно его бы купил Кристал Пэлос я допускаю это совершенно да может быть даже Ливерпуль хотя вряд ли в Ливерпуле другая политика была все это время то есть по факту ты считаешь что Тоти это ну там чуть выше уровня Диканева условного Тоти Тоти легенда но это легенда Ромы и не более того и не более того и то что человек уходит 40 лет из футбола в этом нет никакой драмы никакой трагедии в этом нет повода для проливания слез это быт так смотрю что здесь пишет Фома нам пишет я конечно понимаю что вы недолюбливаете Юве опираясь на какие-то уже устаревшие стереотипы как я недолюбливаю Юве я с детства болею за Юве это за Юве играл мой любимый футболист Плотини интересно если что я недолюбливаю так это раздутые амбиции болельщиков Юве я вообще очень не люблю переоценку я замучил слушать изговор что Юве созрел как лимон а это вам не лимон а Монако это еще не созрел нет Монако это другая история просто интересно согласен да это очень интересно потому что команда молодая команда перспективная и команда чей футбол радует глаз прямо скажем ну ладно мы прервемся продолжаем говорить о футболе на спорт.фм Василий Уткин Игорь Катманов 276-093-2 или 1-93-2 это телефоны прямого эфира спорт.фм пробегусь быстро по вашим сообщениям на ватсап и вайбер 925-4-2-9-3-2 так Дмитрий пишет почему не сообщает сколько осталось дней до мира по хоккею а до Куб конфедерации идет оповещение хоккей для вас не так да хоккей для нас не так Дмитрий вы странный человек честно говоря во первых не Кубок мира по хоккей Кубок мира по хоккей уже прошел давно это чемпионат мира по хоккею так что вы скажете когда уйдет Буфон вот такой вопрос ну давайте вы подождете я надеюсь что к этому времени мы еще не приедем сотрудничество спорт.фм и вы узнаете что я скажу тогда Буфон великий игрок а Тотти нет ну а у нас звонки есть Александр на спорт.фм дозвонился здравствуйте алло да здрасте я вот вам звонил оборвалось к сожалению по поводу ЦСКА по поводу Витиньев хотел уточнить по Лиге Чемпионов мы про Витиньев вам ответили да да про Витиньев я просто хотел было было такое ответить Карвалья который играл если помню по Лиге Чемпионов я просто хотел бы узнать у Василия как он оценивает шансы Монако на Ювентус очень скучно смотреть с точки зрения зрителя Монако полюбила я ничего против Ювентуса не имею потому что команды сильные и у меня есть очень серьезные чувства по отношению к Паулу Дибале мне кажется что я вообще мечтаю чтобы этот футболист перешел в Реал вот видимо это до этого далеко но тем не менее там Реал Назара нацелился нет я ничего ничего плохого по отношению к Ювентусу не имею я просто говорю что мне мне остаточили разговор потому что Ювентус созрел вот понимаете Кубок Чемпионов не собирают как урожай тут созревание не имеет значения вот я про эти разговоры говорил в первую очередь Ювентус достойная команда у него прекрасные шансы выиграть трофей но я переживать буду за Монако потому что просто не было давно такой истории а шансы то как оцениваешь все таки наверное как минимальный я не буду оценивать шансы я могу сказать что вот что бы я сказал вчера если бы я был вчера вот в это время у вас в эфире я бы сказал что мне это напоминает выборы во Франции выборы президента Франции когда есть 4 претендента да и у всех примерно вот где-то от 25 до 20 вот у четверых да как-то вот так вот в этом интервале и все понимают что все решаются когда люди придут на участки и проголосуют то есть что-то в последний момент решится вот я считаю что перед началом полуфинала вот 4 команды которые в полуфинал вышли вот они примерно как 4 претендента на пост президента Франции в первом туре это Макрон и Вентус это кто Макрон или Лепен Макрон Лепен Меланшон и Фион да вот так практически вот как три поросенка вот все это звучит Макрон Фион Меланшон и Лепен нет я не хочу сравнить никого персонально потому что это уже будет как-то странно и структура чуть другая но тем не менее это тоже будет второй тур в виде финала ну да я считаю что у всех шансы сопоставимы у Монако их на данный момент механически меньше всех но не настолько сильно чтобы считать что их нет не на сегодняшний день уже меньше всех у Атлетика ну сегодня уже да сегодня уже нет Атлетика просто выбыл все забудьте про Атлетику это невозможно этого не будет вот забытая история к сожалению цепи эта песенка ну а что нет а мы кстати об этом не говорили совершенно сегодня А Атлетика-то не созрел нет просто мы об этом сегодня почему-то совершенно не поговорили хотя это казалось бы последнее значимое футбольное событие ну давай поговорим да Реал Атлетика ты меня не спрашивал про Реал Атлетика стало ли тебе вообще удивительно то что Реал так Я хочу сказать, что немножечко накрывается история про великого тренера Симеона. Почему? Про великого тренера Симеона, который лучше всех с отрывом на голову. Ну, то есть с отрывом на голову у него всегда было хорошо, прямо скажем, у Симеона. Нет, ну как же так, ну вообще ничего не придумали. Вот просто вообще ничего не придумали. Выглядели вчера подушечкой атлетик, но так как-то несерьезно. Ну, не знаю, но если уж иметь в виду, что вами руководит вроде как лучший тренер мира на данный момент, как это принято сейчас говорить, хэштег прямо сейчас, да, тогда это не достоинно. А и... нет, нет, нет. Ну, все-таки весовые категории разные. Да почему? Ну, где Реал, а где Атлетика. Даже если сравнивать наличие игроков. Послушай, Атлетика и Реал за последние три года дважды встречались в финале Кубка Чемпионов. Да. Атлетика один раз ввел в счете до последних минут и позволил сравнять и проиграл в дополнительное время. То есть где Реал, где Атлетика, да. И другой раз Атлетика проиграл в основное, конечно, время, но тем не менее Атлетика прошел на пути к финалу Баварию и Барселону. Если бы он еще прошел и Реал, это было бы просто, то есть это был бы переход Суворова через Альпу, я не знаю, но что еще? Ну, просто у меня такое ощущение, что Атлетика играет, ну, на грани, играет на надрыве. Вот, в конце концов, Кубок и надорвали. У Реала, по Реалу такого ощущения не складывается. А вот должно складываться. Дело все в том, что просто вообще было непонятно, во что они начали играть с Реалом. Если играть с Реалом в шансы, да, действительно, это абсолютно бессмысленная история. Они сыграли, они получили три. Вот, да. Но мы же, я же говорю, если мы рассматриваем Диего Семенова как выдающегося тренера, не просто хорошего, потому что хороший тренер вообще без сомнений, никаких сомнений нет, как выдающегося, ну, ты придумай что-нибудь, ловушечку какую-нибудь, там, комбинацию какую-нибудь. Ни одного наигранного стандарта, кстати говоря, опять же. Ни одного. Хотя нет, один был. Один был наигранный, когда вот они забросили, покатили мяч штрафную справа, да, и там был удар Година. Это было, это было, да. Но в целом... Ну, мне кажется, все-таки, чтобы оценивать Симеона, оценивать или не оценивать, как выдающегося тренера, наверное, он должен работать в клубе большего калибра, нежели Атлетика Мадрид. С большими возможностями, так скажем. У Атлетика вполне достаточно возможностей, у Атлетика очень хороший состав, и, может быть, Атлетика в смысле статусном, конечно, команда, которая, например, когда они выигрывают кубок чемпионов, но когда они выигрывают. Нет, тут... Я не думаю, что в мире есть клубы, ну, кроме двух-трех, может быть, четырех, которые располагают большими возможностями, чем Атлетика Мадрид. Бавария, Реал, Барселона, Рентус. Бавария, Реал, Барселона и ПСЖ, например, да? Париж Сан-Жермен. В ближайшей перспективе может быть либо Интер, либо... Ну, Интер, да, там... Здравствуйте, Игорь. Вот у меня вот такой вопрос. Мысль сегодня закралась такая после вчерашней потасовки в финале кубка. Провел небольшую аналогию с дерби манчестерским, где Филайни ударил... Агуэра. Да, ну, скажем так, сделал вид, что ударил. Да, Агуэра, соответственно, упал и не допустил потасовки. Вот у меня такая мысль прошла. А вот не стоило ли кому-то из игроков упасть, чтобы не завязалась такая потасовка? И вообще хотел бы узнать мнение Василия... Извините, а почему вы меня об этом спрашиваете? Ну, мне просто интересно. Да нет, а какое мнение может быть? Может быть, они не собирались сделать так, чтобы не было потасовки? Может, их устраивало то, что потасовка происходит? Ну, а что скажете по поводу вот того посудка Агуэра? Правильно ли он сделал? Ну, ничего, нормальный латиноамериканский поступок. Не, ну, Агуэра упал... Во-первых, у Филайни уже была желтая карточка. Ну, вот мы сейчас с Игорем Катманом рядом в студии встанем. Представляете, мы будем у Филайни и Агуэров, в сущности. Да, вот я ударю Игоря, и что же, болеет со мной в драку, что ли? Нет. Было бы правильно с его стороны упасть в этом отношении. У нас разные весовые категории, у нас разная длина рук. Не, ну, тут просто разные ситуации были вообще. И ситуации, ну, конечно, разные. Вот однодуманный вопрос. Я же отшучиваюсь, ну, Игорь, ну, конечно. Так, Ювентус... Я же, поверь мне, я никогда уже на тебя не ударю. Я верю. Ювентус провел только один скучный матч в плей-офф. Но теперь говорят о том, что Ювентус скучно смотреть. Нынешний Ювентус очень хорош и в созидании, и в разрушении. Юве очень сбалансирован и тактически грамотен. Где скука? Даже игра с Барсой на выезде была не так уж скучна, несмотря на отсутствие голов, пишет там Яков. Яков иметь полное право так думать, я не называл Ювентус скукой. Вообще все практически сравнительные. Я говорил только о том, что Монако – это прекрасная история. Мне бы хотелось, чтобы она продолжалась. Вот и все. И еще я говорил о том, что Ювентус – страшно переоцениваемая команда. Потому что он действительно достоин многого сам по себе. Но разговор о Ювентусе о том, что ему пора, что вот уже его, это его сезон. С чего бы вдруг? Это решается каждый день. Это не решается стратегически за разговором, за чашкой кофе или за стаканом Бортвейна. Это решается каждый день. Вот я о чем говорю. Вот пускай это решается, но мои симпатии просто сейчас на стороне Монако. Вот и все. Вот все, что я сказал, Яков, о том, что Ювентус – прекрасная команда. Кто бы спорил? Я же еще раз говорю. Я персональный поклонник Паула Дебаула. Спрашивают, это новый Месси? Нет, он совсем не Месси. Па, я имею в виду, займет ли он этот Олимп. Не знаю. Не знаю. Но он совсем не Месси. В Месси нет секса. А Паула Дебаула – весь секс. 276-093-2 или 1-93-2. Эльдар, добрый вечер. Да, добрый вечер, приятного эфира. Вот у меня такой будет вопросик к вам в преддверии Куба Конфедерации. Такое задавайте. Паспорта болельщиков. Ваше мнение, вот хочу сказать, выразить свое, мне кажется, это для того, чтобы полностью отпугнуть всех любителей футбола в стране, чтобы они не ходили на стадионы. Поясню почему. Если, например, у меня не получится сходить на футбол с паспортом болельщика, я условно Василию Уткину подарить его не смогу, чтобы он сходил, порадовался. Вот такой вопрос у меня будет. Поясните, пожалуйста, ситуацию. Ну, вообще, реально говоря, вообще непонятно. Даже сейчас вот, чтобы Рубин, ЦСКА посмотреть в Казани, да, обязательно надо делать и пас от болельщика. Без него билет на футбол не дадут. Все, спасибо, жду ответа. Извините, я не в теме. К именным билетам как ты относишься? К именным билетам? Ну, я считаю, что, как бы сказать, с одной стороны это правильно, а с другой стороны, ну, это лишняя бюрократия абсолютно. Вот, мне кажется, что весь вопрос здесь в цели полаганий, для чего это делается. Если делается для безопасности, то безопасности можно добиться гораздо более простыми, не то, чтобы более простыми, а более функциональными, что ли, способами. Например, система видеонаблюдения на футболе. Возможность идентифицировать нарушителей, если необходимо. И действующая правоохранительная система. Мне представляется, я еще раз говорю, я не вникал глубоко в эту историю, но мне представляется, что история с паспортом болельщика, это такой, скорее, бюрократический путь решения проблемы. Бюрократический. Я вообще против всякой бюрократии. Я против дополнительной власти чиновников в принципе. Не в, допустим, среднеполитической ситуации, а вообще. На любом уровне. Мне не нравится чиновничий язык, мне не нравится чиновничий способ решения вопросов. Я думаю, что... Как бы сказать... Еще раз повторюсь, я не очень глубоко вникаю в эту ситуацию. Но я не вижу, как бы сказать, чего недостаточно для того, чтобы поддерживать проект на футболе. Для этого есть... Здесь ведь вопросы очень простые. Первое, это способ идентифицировать нарушителей. И второе, это эффективно работающая правоохранительная система. Да, я согласен. Но, с другой стороны, беспорядки возникают и будут возникать. Недавняя игра Леона с Бешикташем тому свидетельству, да? Разумеется, нельзя предусмотреть всего. Я просто говорю о том, насколько этому эффективно сможет способствовать паспорт болельщика. Я пока не понимаю, как это... Третий раз скажу, четвертый раз скажу. Я не вникал глубоко в эту ситуацию. Но это бюрократизация, в первую очередь. А главное самое заключается в том, чтобы, а, идентифицировать нарушителя, и, б, наказать его по закону. Вот и все. Вот что нужно делать. Вот для чего еще вводится паспорт болельщика, я даже не знаю. Но, действительно, если я вот, допустим, хочу... У меня вот есть абонемент на Спартак, это пластиковая карта. Ну да. Если я не могу пойти, я могу отдать ее товарищу. Ну а что же в этом плохого, интересно? Ну я не могу. У меня нет в городе, например, в этот день, да? Я даю эту пластиковую карту своему приятелю, которому хочется ходить на футбол. И он идет. Ну а зачем этому мешать? Айрат тут уточняет, я так понимаю, Айрат пишет из Казани. Рубин ССК, там не нужен паспорт болельщика. Просто имея этот паспорт, можно бесплатно прийти за матч. За деньги в Казани, к сожалению, ходить уже не хочется. Скоро доплачивать точнут. Ну, не знаю, Айрат, я понимаю вас прекрасно, что у вас есть основания для всякой иронии саркастической. Но вообще, последний матч с локомотивом Рубин ССК, по-моему, прекрасно. А как ты вообще относишься вот к этому, ну, то, что у нас бесплатно ходят на футбол, что там билеты раздают? Вот мы постоянно говорим, что футбол должен стать бизнесом, но пока до этого так далеко. Понимаешь, вот что вообще вкладывается в выражение, что должно стать бизнесом? Все дело в том, что если нечто может функционировать как бизнес, пусть даже без дохода, да, ну, допустим, с отчетностью, да, с какой-то вот, с понимаемыми механизмами внутри. Это говорит о том, что эта история здорова, что она жизнеспособна. Потому что мы же знаем прекрасно, допустим, вот, там, не знаю, вот нас слушают в каком количестве и в каком именно количестве городов страны нас слушают, но вот мы же знаем прекрасно, как вот, ну, в большом, в большом. Вот, например, дороги, да, вечная российская проблема. Вот, решение проблем дорог. Это вечное посыпание деньгами больных мест, да, вот там. Вот сейчас закатали, а потом выяснится, что закатали неправильно и не вовремя, и зимой это опять все. Воруют просто, вот главная проблема. Ну, да, например, да, совершенно верно. То есть, метод решения проблем путем посыпания деньгами больного места, он не работает, да. А вот если бы это было бизнесом, дороги не должны приносить доходов. Конечно же, это убытки. То есть, конечно, платные дороги, но мы не это имеем в виду. Вот так же точно и здесь. То есть, просто, как бы сказать, если футбольный клуб функционирует как бизнес, и футбольный клуб как бизнес, это абсурд. Люди занимаются бизнесом, занимаются бизнесом, занимаются гуглом или занимаются нефтью. Вот это бизнес, вот для чтоб деньги приносило. Но клуб должен функционировать как бизнес. Тогда это означает, что в нем правильно работают механизмы. Что в нем не воруют. Насколько я знаю, ты сейчас уже окунаешься потихоньку Да, да, да Футбольный бизнес Да, я завел футбольную команду Мы встретились с футбольной командой и полюбили друг друга А как она называется? Она называется Aggressive И нам осталось сыграть один матч Это команда любительской футбольной лиги Я очень хочу сказать, вы знаете, это очень интересная история Обратите внимание Это такая незаметная история Но она очень правдивая Вот действительно Футбол меньше смотрят по телевизору Меньше, чем раньше Наверное, меньше, чем когда бы то ни было Но при этом любительский футбол в больших городах растет В Москве больше тысячи команд в любительской футбольной лиге Вот И я обзавелся футбольной командой Не потому, что я богатый человек Не потому, что мне некуда девать время или деньги Я, в общем-то, человек Даже несостоятельный Я бы даже сказал, не особенно зажиточный У меня еще кредит не выплаченный Но, тем не менее, я намерен показать, что Это такое удовольствие содержать команду Я, конечно, могу еще сам сыграть в футбол Но это будет только мне напоминать Потому, что мне 45 лет и у меня живот Вот Поэтому мне пришло время команду содержать Команду иметь Вот Я намерен показать, что За счет Каждый может иметь футбольную команду Кто-то с друзьями собрался Скинулся, да Потому, что есть какие-то обычные расходы Но там форма Нужны такие стартовые взносы Какие-то, да, матчевые И так далее Ну, чего-то это стоит, да? Судей оплачивать Да, совершенно верно В прямом смысле этого слова Потому, что судьи тоже работают Ну, да Не результаты оплачивать Ну, да, да Да, вот Я намерен содержать команду Посредством своего инстаграма Буду об этом рассказывать Вот уж если так представилась возможность Я приглашаю вас у нас уже Кстати, через неделю я расскажу Совершенно сношебательную историю По этому поводу Потому, что у нас хорошая команда Эгресси Если выиграет последний матч Матч последнего тура Поднимется классом Вот И это будет очень хорошо Дело даже не в этом На следующей неделе Мы расскажем Совершенно потрясающую историю О том, что Шанс предоставляется Каждому человеку Скажем так Вот Для этого Вы можете подписаться На мой Это не коммерческий проект Поэтому я могу об этом сказать На канал в Ютьюбе Канал называется Кря Продакшн Мы там рассказываем Историю нашей команды И я рассказываю о том Как можно содержать Футбольную команду А Название откуда такое странное? Эгресси Ну а откуда название Спартак? Откуда название ЦСКА, например? Центральный спортивный клуб армии Да, но какой он уже Центральный, какой спортивный Какой клуб Если даже называется ПФК ЦСКА То есть Профессиональный футбольный клуб Центральный спортивный клуб Да? Это уже Можно сказать Профессиональный футбольный клуб Центрального ГО, Спортивного ГО, Клуба Армии. Вот так можно. Ну, в общем, можно что угодно говорить. Просто... Нет, ну а это исторически понятно, откуда название. Откуда название Гресси? Настоящие футбольные команды, они существуют до прихода, до твоего прихода и после твоего ухода должны существовать. У нас живая футбольная команда, она... Уже со своей историей до тебя. Да, совершенно верно. У этой команды есть история. Хочу подчеркнуть, что в нашей футбольной команде футболисты не получают денег за то, что они футболисты. Они... Я просто помогаю им существовать. Вот. И мы об этом делаем маленький телевизионный проект, который называется «Футбольный клуб». Собственно говоря, впервые программа обросла соответствующим ее названию смыслом. Я думаю, что, в общем-то, это хороший путь для всего нашего футбола. Не платить футболистам, а просто помогать им существовать. Главное... Главное, как бы сказать, играйте в футбол. Вот что важно. Если вы можете играть, играйте. Если вы не можете играть, помогайте. Вот и все. Спрашивают, а с командой Валерия Карпина как сыграли? Команда Валерия Карпина отказалась от игры в последний момент. Хочу подчеркнуть, что это не было решением Валерия Карпина. И к Валерию, и к Сергею Юрану у нашей команды никаких претензий. Мы их уважаем. И я не считаю, что они нарушили кое-какое слово и так далее. А вот в разные другие стороны раздается у нас бурный хохот. Вот. В общем, короче говоря, была назначена встреча за сутки примерно... Ну, за двое суток до игры. А накануне вечера мы обсуждали, в каких бутсах играть будем. За сутки до игры нам сообщили, что игры не будет, потому что команда разъезжается, съемки закончены. Вот представляешь, что тогда игра началась на 1 мая, а вот 27-го они сообщают, что апреля, что 28-го у них, оказывается, проект заканчивается. С ума сойти. Ну, в общем, это не важно. Это их дело. И я не хочу по этому поводу злорадствовать. Просто я вызывал команду на матч по правилам ЛФЛ. По правилам ЛФЛ неявка. Это 0-5, по правилам ЛФЛ. Я называю эту историю, Ямайка взяла реванш. Так, ну возвращаемся... Но главное дело в том, что это не суть нашей команды. Наша команда была в прошлом и будет в будущем. Вот. Мы будем об этом рассказывать. И вы сможете этим следить. Конечно, если захотите. Креа Продакшн на Ютьюбе. А сколько лет уже клубу? По-моему, четыре. А, то есть уже чуть помладше Краснодара. Да. Так что впереди может быть тоже такое славное будущее. Посмотрим. Нет, нет, нет. Мы просто дворовая команда. Нет, ну мало ли там дальше пойдет. Если мы выйдем в следующий дивизион, мы устроим массовый просмотр всех желающих. После того, как мы объявили о сотрудничестве, у меня лично в почте уже лежит 40 писем о том, что люди хотят показаться в нашей команде. Но это не важно. У нас команда есть. Дубль надо будет делать. Команда у нас хорошая. Мы последний раз пригодили в декабре. У нас, по-моему, 15 побед, 16 матчах последних. Реклама Продолжаем говорить о футболе. Василий Уткин, Игорь Котманов. Можете звонить. 276-093-2 или 1-93-2. И писать, кстати, вот смс-ки 55-30. Тут Павел спрашивает, почему не слово про назначение Карасева? Это ведь знаковое событие для наших арбитров. Назначение Карасева? Да, на матче с Эльта... И Валентина Иванова только в силу ряда чистых практических обстоятельств не так и не поставили в судить финал в Деньги Чемпионов. Поэтому, конечно, это достижение. Я рад за Карасева, но мне не кажется, что это какое-то знаковое событие. Ну, в последние годы просто как-то наши арбитры стали исчезать, да? Карасев работает на другие проекты. Вот берут на другие проекты. Так, кстати, касательно судейства, точнее, даже касательно правил, любопытная информация пришла, что на чемпионате Европы среди мужчин и женщин до 17 лет, в эти дни, кстати, проходят в Хорватии... Одновременно среди мужчин и женщин? И Чехии. Не, они параллельно просто... А, параллельно. ...среди девушек и юношей, так скажем, в корюш до 17 лет. Так вот, будет проверена новая система пробития после матчевых пенальти. Что-то такое-то интересное. Да, это будет напоминать, как пишет Тайбрек в теннисе. То есть после первого удара команды А, затем команда Б нанесет два удара подряд, после чего право пробить пенальти дважды будет у команды А и так далее. Я даже не знаю, что по этому поводу можно сказать. Зачем это нужно? Давно, довольно давно я читал о такой инициативе, чтобы, допустим, на стадии плей-офф крупного турнира команды били пенальти перед матчем. Ну да, был. Для того, чтобы было понятно, что ничья не устроит одну из них. И после этого играть. Мне это кажется, как ни странно, по-моему, это сначала кажется диким, но если посидеть, пожить с этой идеей некоторое время, она довольно действенная. Ну, не знаю. Есть в шахматах такая история для тайбрейка шахматного, когда играется матч, что вот черные могут сыграть ничью, а белые нет. Если ничья, то на пользу черных. Что-то в этом роде. Нерв пропадает. Нет, наоборот. Становится понятным... Ну, как часто мы видим, что вот даже в обычной игре календарного какого-то чемпионата игра до гола бывает такой очень вялой. Это игра такая сдержки и противовеса, да, вот. Скорее не пропустить. А вот если понятно, что одна команда не может позволить себе уже ничью. Причем не в силу жребия, а в силу вот реальности соревнований какого-то небольшого, да? Тогда получается... Вот как игру вскрывает гол? Как любую игру вскрывает гол? Становится более ясная мотивация. Вот, мне кажется, что не то чтобы я это предлагал, я вообще противник того, чтобы менять правила. В принципе, мне кажется, правила никогда не должны меняться. Вот, но... Как никогда? Как я думаю. Вообще никогда? Я думаю, что да. То есть это изначально как придумали футбол? Игорь, ну, понимаешь, они должны меняться иногда. Но для этого нужно превозмочь это самое никогда. Правила должны быть священны. Правила нельзя пересматривать как вот, там, не знаю, меню. Не, нельзя пересматривать, да? Вот. А вот этим они и хороши. То есть ты хочешь сказать, что здесь важна какая-то, ну, грань, чувство, меры? Знаешь, есть такое выражение, касается военной истории, что для того, чтобы предпринимать наступательную операцию, у тебя должен быть троекратный перевес. Ага. Для того, чтобы менять правила, мне кажется, нужен десятикратный перевес в аргументах. Десятикратный. Ну, не то, чтобы восьминин не позволяет, я просто говорю, очень большой. Мы с тобой не первый раз встречаемся в этой студии и вообще не первый раз встречаемся. И ты знаешь прекрасно, мое убеждение глубокое, что, например, вот взятие ворот и положение вне игры давно пора фиксировать технически. Ну да. Ну, потому что здесь нет места оценки. Здесь просто вопрос, увидел или не увидел. Зачем это нужно доверять вот глазу судьи? Это даже не изменение правил. Да, это не изменение правил. Это скорее изменение их функционирования, да. Это изменение техники, что ли, принятия решения. Ну вот. Здесь не нужно мнение. Пересек, так пересек. Понимаешь, умерла, так умерла. Евгений тут пишет, что команда, которая выиграет по пенальти перед матчем, может смело уходить в оборону, и игра потеряет в зрелищности. Ну, вы знаете, это крайне редко такое возможно. Здесь на звонке Калкоман дозвонился. Здравствуйте. Алло, Игорек, Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Приятного вам эфира. Василий, у меня к вам небольшой такой вопрос. Я внимательно слежу за испанским, это, Ла Лигой. И, в частности, вот в команде Барселона, мне в последнее время нравится защитник МТТ. Как вы думаете, он надолго в основе закрепится? И вообще, как вы думаете о его игре? Большое спасибо за ради. Спасибо вам за такой тонкий, я бы сказал, детальный вопрос. Я думаю, что для защитника очень сложно провести настолько круто первый сезон. Потому что все-таки защита – это коллективные действия. Здесь очень важно сразу вписаться в действия с партнерами. Защитники обычно гораздо более постепенно входят в состав команды, тем более защитники молодые. Это производит очень приятное впечатление. Жерару Пике давно нужен квалифицированный и не старый партнер в обороне. Поэтому я могу вам сказать, что я с большим интересом за этим слежу. Но, опять-таки, Барселоне предстоит смена тренера. Смена тренера – это всегда смена определенной концепции, безусловно. Поэтому один сезон молодого защитника, каким бы он… Понимаете, УМТТ, он, опять-таки, чемпион статистики пока что. Барселона в этом году не преследовала выдающихся целей и задач. У Барселоны бывали провальные матчи, в том числе с точки зрения игры в обороне. Поэтому это не ответ на все вопросы. Наверное, УМТТ надолго пригодится Барселоне. Но станет ли он лидером обороны? Я бы не стал здесь делать ставку какую-то. Я бы сказал, что это неизвестно. Лоран Блан. Слухи появились в последнее время. На твой взгляд, это такой интересный был бы вариант для Барселона? Не знаю, не знаю. Я думаю, что… А у кого есть представление о том, как работает Лоран Блан? Сейчас он не работает, да. Сейчас представления нет. Он работал со сборной Франции, он работал с ПСЖ. У меня нет четкого представления о том, в чем заключается его тренерская манера. Наверное, контактировать с Бланом нормально, потому что Барселона же повернута на том, что ты не должен быть связан с ней как-то генетически. Блан играл за Барселону, хотя я недолго. Я уже взрел в возрасте. Но я уже говорил, что, по-моему, сейчас, правда, осложнилась ситуация. На мой взгляд, оптимальный тренер для Барселона – это Хорхе Сан-Пауэля. Ну, в Аргентине уже будет. Ну, наверное, будет в Аргентине. Хотя я не убежден в этом. Ну, наверное, будет в Аргентине. Я думаю, что про Сан-Пауэля… Прошу меня простить. Про Сан-Пауэля совершенно ясно, что он не будет в Севилье. Это да. Поскольку из Севильи ушел человек, который его приглашал. Мончо. Да, и у него есть как минимум два конкурентных предложения. Но мне представляется, что не факт, что он будет в Сборной Аргентине. Ну, мне бы хотелось. Мало чего бы тебе хотелось. Василий, все должно развиваться, только не в футбол, вопрошает Анатолий. Так нет, это же не значит, что не будет изменений. Должен быть десятикратный перевес, как сказал Василий. Я просто за консерватизм в данном вопросе. Вопросе правил. Да, и больше ничего. Тем более, что, ну поймите, вот смотрите, чего мы рассматриваем изменения в правилах. Вот почему до сих пор невозможно сделать? Я же еще раз говорю, это чисто технический вопрос, вопрос о технологии. Послушайте, люди научились первую ступень ракеты из космоса возвращать на Землю и заново стартовать ею, понимаете? Как же, почему до сих пор на глаз фиксируется офсайт? Ну это же чисто технический вопрос. Почему на глаз фиксируется взятие ворот? На крупных турнирах, ну FIFA, это мы, всегда у них был один аргумент, что футбол должен быть везде одинаков. Я не знаю, в чемпионате Нигера и на чемпионате мира. Вот если там нет видеосистемы, то и здесь. Это демагогия, потому что чемпионат Нигера не равен чемпионату мира. В любом случае, ни по каким показателям. Вот, и это дело чемпионата Нигера, какими они там будут. Нужно разрешить пользоваться такими системами и создать такие системы, и разрешить ими пользоваться. А уж там кто, что может себе позволить. Знаете, в некоторых чемпионатах до сих пор босиком играют. Что ж теперь сделаешь? Ну нет у них бутс, например, да? Да, это программа 100% футбола. Василий Уткин, Игорь Катманов, студии. Потихонечку подводим. Пишет Дмитрий Сафошкин. Ну, мне вопрос просто. Василий, как вы относитесь к сказаниям Соловьева про то, что вам надо лечиться? Соловьев говорил про вашу статью насчет Шараповой. Владимир Соловьев, очень интересное мнение Василия. Прошу озвучить. Вот мы озвучили, Дмитрий. Вы знаете, я не припомню, что я писал статью о Шараповой, во-первых. Во-вторых, мне 45 лет, 46-й год. Вы знаете, в этом любому человеку надо лечиться. И я этим активно занимаюсь. Вот. Что касается Владимира Соловьева, то, что бы он ни говорил, когда бы он ни говорил, мое отличие от него заключается в том, что я вылечиться могу, а он уже нет. Вот и все. У нас Маш Терская. Да, мы перед тем, как передать слово Марии Терской, подведем все-таки итоги опроса. Согласны ли вы с высказыванием Павлюченко в адрес Ари? Да, полностью. 59% считают. Нет, Павлюченко повел себя некрасиво. 29% и чуть более 11% считают, это Павлюченко надо дисквалифицировать до конца сезона. За подобные высказывания. Ну, а теперь передаем слово Марии Терской. Новости у нас. Да, спасибо еще раз. Добрый вечер. И начну я с того, что Российский футбольный союз и немецкий футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве. Заключение этого соглашения прошло сегодня в Москве. Свои подписи под документом поставили, соответственно, президент РФС Виталий Мутко и глава немецкого футбольного союза Райнхард Гринда. Осталось. Вот я так намечал себе. Ну, мне, конечно, интересно, чтобы Монако сыграл в финале Лиги Чемпионов. Но это уже дело 10-е. Я к финалу Лиги Чемпионов отношусь очень философски, потому что я считаю, что нужно его принимать таким, какой он есть. Это главный турнир клубный в мире, да. Поэтому с пожеланиями нечего лезть. Но вот у меня есть, после того, как Спартак обыграл ЦСКА, у меня осталась одна мечта, чтобы Сельта выбила МЮ. Ну, Лав, а почему бы и нет? Почему бы и нет? Действительно, полуфинал все возможен. Просто мне этого хочется. А ты так недолюбливаешь МЮ, Мауринью или так обожаешь Сельта? Нет, я же тебе говорю, я не болельщик. У меня отношения к клубам стабильного нет. Нет, я имею в виду нынешнюю Сельту, условно говоря. Ну, просто мне было бы это очень интересно. Сельта, кстати, сейчас не в самом лучшем состоянии находится, но мне кажется, что она может подерзить. Ну, вообще всегда интересно, когда андердоги выигрывают. Да, я согласен. Мне просто хочется этого. Ну, я думаю, что у меня маленькие желания. Ну, я думаю, что у меня не один такой в своем желании. Против МЮ я вообще ничего не имею. Феликс пишет, возьмите свою команду игроков Томи, они поднимут клуб на новые вершины. Вы со своими советами знаете, идите дальше Томи, потому что у нас есть команда, эта команда не вчера возникла, и мы ее не набираем, мы ее развиваем. Павел написал, Василий, вы так интересно рассказывали, что я прямо сейчас подписался на ваш канал. Очень интересно. Почисывайтесь, мы стараемся, мы делаем что-то. Ну, и тут вопрос по мадридскому дерби. Креа-продакшн, креа-продакшн. По мадридскому дерби мы говорили, но тут вопрос с подтекстом, да, как вам мадридское дерби с чисто английским судейством? Знаете, мы, кстати, вчера комментировали этот матч в одном московском заведении, не буду говорить, каком, и так понятно. Мы сейчас нашли новый такой формат, я комментирую футбол вместе со своими студентами, с студентами нашей школы, со Станиславом Гридасовым. То есть не с Гридасовым комментируем, а с школой с Гридасовым у нас. Вот, и как-то мы сразу зашли на то, что Аткинсон единственный из людей, находящихся на поле, который похож на персонажа «Игры престолов». Поэтому я бы сказал, что это какую-то ностальгию породило. А так вообще я не вижу ничего там особенного, но, может, было меньше карточек, чем могло бы улыбить. Дмитрий Дюрнец, ведущий программы «На все сто» появился в студии. Привет, коллеги, да, подхвачу тему вашего первого часа. Естественно, обсудили уже все футбольные, околофутбольные события финала Кубка. Но вернем немножко туда, Вась, вопрос будут у нас профессиональные юристы по уголовным делам. Вопрос, который мы в том числе уже обсуждали несколько раз. Наверное, таких масштабных драк в истории российского футбола, как накануне, вот эта драка уже можно назвать. Ну, конечно. Да, было не так много. Ну, естественно, все вспоминают Раменская, еще что-то. И порой, вот когда эти драки случались, всплывал вопрос, а насколько побоище вот такой на футбольном поле вообще подпадает под уголовную ответственность? Насколько футболисты могут быть в данном случае осуждены не только по футбольным законам, твое мнение? Знаешь, Митя, а между прочим, такой вопрос, так вопрос уже однажды ставился в поздние советские годы, когда драка случилась на хоккее. И в очень жесткий нокаут послал, если я не ошибаюсь, Александр Могильный, если он точно помнит, спартакского защитника Ящина. И обсуждался буквально вот в разных козетах вопрос, а может быть 15 суток, в конце концов, чем это отличается от, если бы это на улице произошло. Но чем-то это отличается. Я бы хотел сказать, что да, действительно, в футболе это событие очень редкостное, но в хоккее драки мы наблюдаем постоянно. А чем это отличается одно от другого? Да ничем. Профессиональные юристы будут у нас в эфире? Обсудим с этой точки зрения, послушаем участника событий, свидетеля. С правовой точки зрения одного от другого не отличается никак. Но в хоккее это принято, в футболе нет, в футболе это редкость. Ну вот поэтому нам надо как-то разграничить это, прописать, может быть, отдельно в законах. Или это такой понятийный момент, что не посадить на 15 суток, что у нас всякое бывает, драки бывают, за это идет только лишь спортивное наказание. Ну, насколько я понимаю, даже в случае, если драка просто на улице, если у одной страны нет претензий к другой, наказание, по-моему, не следует. Это является серьезным поводом. Я не юрист, но, насколько я понимаю, в этом случае, скорее всего, не посадили даже на 15 суток. Ну, так получается, что условный фидлер теоретически может обратиться. Но он же не обратился. Ну, это да, это другое дело. В общем, послушаем юристов, послушаем мнение вице-президента РФС Сергея Анохина, болельщиков локомотива, которые устраивали драку между собой на секторе. Да, а почему? Им тоже тогда можно разрешить на спортивных соревнованиях. И в том числе нашего теперь главного по безопасности в РФС Владимира Маркина, который готов это прокомментировать. И как вообще с точки зрения безопасности? О, это готов комментировать все что угодно. Ну, вот послушаем его буквально через несколько минут. Ну что ж, слушайте программу «На все сто» с Дмитрием Дерунцом. Поговорите там о драках, да, стоит ли вообще административное наказание, уголовное вести за драки во время матчей. Ну, наверное, все-таки это как-то достаточно. Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, что это было бы слишком. А мы, Василий Уткин и Игорь Котману, с вами прощаемся уже, так что все пока. В таком случае, это Энтони Джошуа должен на 15 суток сесть. Да, согласен. Всем удачи. В российском футболе. Вот это, наверное, может на втором месте будет. Ну, похоже, да. Похоже, да. Тоже можно, кстати, было устроить опрос, какая драка вам больше понравилась. Ну, а что касается... Ну, Туни все помнят. Ну, там еще и... Там, кстати, тоже южноамериканцы участвовали в этой драке. Так же, как и вот в той, которая была в Сочи. Главное, что все это происходило на глазах у Виталия Мутко, да. И он как-то особо на это, я так понял, не отреагировал. Он даже так потрепал по голове Ари, погладил по лысине, что-то там сшепнул ему на ухо, когда вручали кубу. Я думаю, что Виталий Мутко просто не смотрел. Я думаю, что он просто приехал вручить. Вот. И, наверное, сидел в ложе, пил чай. Я не иронизирую, потому что Виталий Мутко, значит, человек не пьющий. Вот. Сидел в ложе, пил чай, разговаривал с кем-то. Ну, как разговаривал? Разговаривать с Виталием Чемутко, это значит слушать Виталию Чемутко, да. Он с кем-то разговаривал, наверное, все это время. Потом сказал, оп, пора я тебя награждать. Он говорит, а кого? А, а локомотив. Вот, прекрасно. И пошел, наградил. И все по-честному сделал. Я думаю, что он просто не видел этого эпизода. Мне так кажется. Вполне вероятно. Но сам Мутко сказал, что КДК, естественно, рассмотрит эту ситуацию с дракой. Решения будут приняты по действующим лицам в этой драке. И, как сказал Виталий Леонтьевич, это немного подпортило футбол. Понятные эмоции, не хотели проигрывать, но они, профессионалы, должны держать себя в руках. А судья разобрался. Кто, интересно, не хотел проигрывать? Ари не хотел проигрывать? Ну, наверное, да. Ари уже не проигрывал к этому моменту. Фиддлер не хотел проигрывать, а Ари, наверное, просто захотел подраться. Но, как он сказал сам, он, дескать, вступился за Фарфана, насколько я понимаю. Нет, ну, Ари горячий парень, понимаешь. Но он, в конце концов, то из разбитой машины раненых вытаскивает, то вступается еще за кого-то. Ну, такой человек, что поделать. Ну, я думаю, эпизод-то с разбитой машиной все-таки перевешивает эпизод с дракой. Нет, просто это разные эпизоды. Просто можно быть хулиганом в одном случае и героем в другой. Вот и все. Но за каждый эпизод ты несешь ответственность самостоятельно. Нет, если уходить от шуток, то эпизод, в любом случае, безобразный. И за него, конечно же, нужно наказать по полной. А как ты относишься к словам Павлюченко? Что это? Просто эмоции? Павлюченко? Да. А что такое особенного? Послушай, я уже примерно три недели содержу дворовую футбольную команду. Вот там такие слова, иногда, звучат. Это футбол, часть футбола тоже самое. Ну, там же не предлагают кого-то выгнать из страны, допустим. Пускай уезжают в свою... Ну, знаешь, классический футбольный посыл, который не цитируем в радиоэфире, он дальше, дальше чем... Всем привет. Два часа мы говорим, два ближайших часа говорим о футболе. Глам в виде спорта и поздравляем, естественно, московский локомотив с победой в Кубке России. Юрий Павлович Семин выиграл пятый кубок, так что установил рекорд. Василий Вудкин, Игорь Катманов, а в студии, Василий, приветствую. Приветствую. Сейчас я закончу, кстати, твиттер, что мы начинаем эфир на Спорт.фм. Хорошо. И я буду полноценным участником беседы. Да, ну а я скажу, что у нас проходит опрос на странице Спорт.фм ВКонтакте. Согласны ли вы с высказыванием Павлюченко в адрес Ари? Вариант следующий. Да, полностью согласен. Пока этот вариант лидирует 48%. Нет, Павлюченко повел себя некрасиво 28%. И третий вариант – это Павлюченко. Надо дисквалифицировать до конца сезона 24%. Ну, я, во-первых, напомню, что дисквалификации кубковые на чемпионат не распространяются. Хотя здесь уже горячие головы. И не только горячие, может, наоборот. Люди, которые рассуждают здраво, они считают, что Ари достоин серьезной дисквалификации. Ну, не знаю как. Я уже провел в своем твиттере опрос большой. Приняло участие 5,5 тысяч человек. Вот. И Павлюченко согласна, что Ари действительно он. Да. Те-таки на процент. Что не он считает 10%. Что Павлюченко сам он 17%. И 22% считает, что Ари воздушный шарик. А я вообще считаю, что финал получился как он. Какой-то скомканный финал. И вот, наверное, это... Вот, честно говоря, вот эта драка, которая была в конце матча, наверное, это главное, что запомнится всем. Это в любом случае, наверное, бы запомнил. Нет, почему? После гола было довольно интересно смотреть, мне кажется. Я смотрел финал не полностью, я смотрел начало, потом я просто переехал с одного места в другое. Там мне нужно было комментировать в публичном месте Лигу Чемпионов, и я переезжал. Вот. Я смотрел примерно, скажем так, первые 30 минут и последние 25. И мне кажется, что после гола было довольно зажигательно. Ну да, я тоже. Ты чем-то напоминал бокс Тайсон Холифилд после того, как Холифилд откусили ухо. Вот такой могучий махач без всякого порядка. Ну вообще, то, что сделал Ари, это вопиюще вообще. Да, это вопиюще. Это, ну, я не знаю, какой дисквалификации это достойно, там, 10 матчей или сколько, но это просто ужасно. Ну, да, безусловно. Ну, что здесь говорить. Человек на поле устроил махач. Что же тебе делать? Ну, ты вспомни, мы же видели однажды, лет 10 назад, подобное в матче ЦСКА Сатурна, и как-то никакими великими санкциями дело не закончилось. Там даже еще круче было. Там покруче было, пожалуй, да. Покруче, пожестче. Да, это, наверное, самая яркая драка. Много вещей, которые он ценит выше титулов футбольных, поэтому я совершенно тем не удивлен. Я надеюсь, что он успел по своим делам. Надеюсь, что все его родные и близкие здоровы, и все у них в порядке. Ну, голым праздновал очень эмоционально. Так, ну, давайте посмотрим, что вы нам пишете. Во-первых, здесь очень много вопросов по дерби прошедшему. Так. Ну, давай тогда по дерби поговорим. Давай по дерби. Спартак, все, чемпион, может быть, раскроешь секрет? Да, Спартак, нет, не раскрою. Почему? Ну, потому что формально еще не все. А, ну, хорошо. Секрет раскрою, когда будет оформлено. А так, если говорить по логике вещей, то да, действительно, вопрос к чемпионству закрыт. Состав матча за суперкубок ясен. Да, и как уже сказал Геркус, мы... Забыл, сейчас где-то цитату потерял. Кстати, я... Это наше Черкизово. Мы покажем им это наше Черкизово. Я с удовольствием поздравляю своего доброго старого товарища Илью Геркуса с этой победой. Вот, я уже сделал это лично, но вот еще раз хочу сказать, что вот Илью я поздравляю, и очень за него персонально рад. Присоединяемся к поздравлениям, ну, и всем болельщикам локомотива, конечно же. Потому что по этому сезону кубок это была главная цель. Была главная цель для московского локомотива, и таким образом локомотив попадает в Европу. Ну что ж, посмотрим по дерби, да? Переиграл Каррера, получается, Гончаренко? Нет, Каррера не переиграл никого. И вообще эта игра была с точки зрения, мне кажется, организации вполне дворовая. Игра была очень низкого уровня с точки зрения организации игры. Вот, исключая, может быть, первые 15 минут, когда Гончаренко, если бы придумал некий штурм... ЦСКА доминировал. Да, некую атаку, ЦСКА, безусловно, доминировал. Вот, но ЦСКА недооценил обаяние Артема Реброва. Те же знают, что Артем Ребров целует штанги. Ну, дело в том, что на ЦСКА, на студене ЦСКА, который пока еще неправильно называть в ВП-арене, поскольку контракт еще не заключен... Вот, ЦСКА... Вроде официально все называют, нет? Нет, 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 нет. Контракт не подписан, сколько я знаю. Вот, мне, собственно, все равно. Просто, по моей информации, контракт не подписан. Он, наверное, будет подписан. Просто, ну, не важно. Так вот, о, Мария Терская к нам пришла. Такое счастье. Так вот, я хотел сказать, что... Было недооценено обаяние Артема Реброва. Дело в том, что штанги на студене ЦСКА он целовал первый раз в жизни. Было неизвестно, как они его примут. Они могли бы его приревновать. Но уже на первой минуте стало ясно, они его полюбили. И вот после этого, вот после этого, стало ясно, что этот фактор недооценил. Он так зацеловал штанги, что во втором тайме это даже Игорь Окинфееву пригодил. Он из страны высылает, вообще-то. Это нужно вот так рассматривать. Вот и все. Так, посмотрим, что вы пишете. Павлюченко сам вести себя не умеет. Ари, конечно, матчи на пять нужно отстранить от футбола. Ну, дело в том, что, опять-таки, его могут, насколько я понимаю, отстранить только от кубкового футбола на пять матчей. Потому что дисквалификации распространяются в кубковых матчах, они распространяются, соответственно, на кубок. Да, в рамках турнира. И никаких исключений здесь уже, соответственно, не сделаешь. Можно, конечно, внести поправки в закон, как это у нас часто бывает. Ну, я думаю, что здесь, если говорить о правилах, то, на мой взгляд, есть, скажем так, как бы это сформулировать-то, есть санкции такого абсолютно дисциплинарного свойства, санкции за слова. Вот я считаю, что санкции за оскорбления должны распространяться на все турниры. Потому что это не важно. Вот санкции за футбольные нарушения, за грубости и так далее, они должны оставаться внутри соревнований. А санкции, вот как бы это сказать, сугубо дисциплинарного свойства, я думаю, что должны на все распространяться. Подожди, я не понимаю, ты считаешь, что Павлюченко это... Ну, допустим, за проявление расизма, которого в данном случае не было. Я считаю, что должно распространяться на все турниры. А за драку? Тоже. То есть это как хулиганство? Да. Понятно. Что случилось с Игорем Денисовым, нас спрашивают. Ну, я подчеркиваю, что это не может... В данном случае к этому эпизоду, потому что это, может быть, в будущем, может, когда будет рассмотрено. А сейчас, ну, все по закону должно быть. Я, честно говоря, не знаю, что случилось с Игорем Денисом. Нам пишут, что Игорь Денисов не присутствовал на граждане, и празднование сбежал сразу после матча. Ну, он всегда был странным. У него бы там бурбули, наверное, были не кормлены. Или бурбуля там как-то. Называется собаки там. А трохан в Сочи, может, привез? Ну, не знаю. Я не знаю, где он сейчас содержит, но так или иначе, ну, Денисов... Был и есть странный парень. Насколько я знаю, его не особенно интересуют деньги, его не особенно интересуют титулы, его не особенно интересуют, там, не знаю, титулы, его не особенно интересует членство сборной России. И вот точно известно, что Игорь Денисов интересует только деньги. Не знаю, только ли они одни, но они точно его интересуют. Это просто доказано, жизнь уже подтверждена. Ну, наверное, понял, что выиграл. Ну, поехал, че. Хотя, в конце концов, послушай, Игорь, ну, это же Сочи. Ну, море. Ну, может, там шашлыки перегорали уже. Может быть, да. А может быть, у него, наоборот, какие-то проблемы были. Он, не знаю, в семье торопился. А может быть, и проблемы какие-то были. Я же еще раз говорю, у Игоря Денисова гораздо... У него есть очень... Да-да-да. Ну, как в сишке-порошке, ну, все, подумал, Чувашесков засос. Да? Значит, как бы то ни было, что случилось, то случилось. ЦСКА, безусловно, выглядела более организованной командой. Но еще раз было доказано, что какой бы то ни была организованной командой, если у тебя нет нападающего, хоть оборганизуйся. Моменты не реализовал, все. Это была игра про реализацию моментов. Ну, и еще я бы хотел поговорить потом про великого бога статистики. Но, наверное, это уже пусто, как мы дадим слово Маштерской. Да, конечно. Маш, привет. Нет, я оговорился, конечно, а не пошутил. Вот так вот. Потому что бы сказал, что пошутил, было бы смешнее. От Марии Терской. Хорошо. Я честно признаюсь. Ну, что ж... Я не договорил про статистику. Мы возвращаемся к событиям матча «Спартак-ЦСК». Вот, друзья мои, вот цена всей вашей любимой статистики по поводу Виктора Васина. Да? По поводу Васина, защитника, защитник ЦСК, который был лучшим по статистике вообще в течение всего сезона. Статистика – это просто галимая, я не знаю, что так назвать, это речневая каша. Ну, я бы не сказал. Нет, так оно и есть. Так оно и есть. Потому что важно, как ты проявляешь себя в ключевые моменты. А в другие можешь хоть обстатистичься, там, как угодно, неважно. Если в ключевые моменты делаешь вот то, что делает Васин, то, что цена твоей статистики. А может, это разовое затмение? Какое-то имеет значение. Именно в этот момент и надо было сделать то, что делает любой защитник. Вынести мяч к чертям. Куда угодно. К голубям, к воробьям, к чертям. Да что угодно. Любой, это прекрасно. Нашло затмение. А на самом деле он… Нет, ребята, он не лучший. Это ВЦСК до Уфы опустили, взяв Васина в основу. Они Васина из Уфы в ЦСК подняли. Каким он был, таким он и остался. Причем, может, он 28 уже. Четыре года по арендам или три, там, я не знаю. Вот она цена вашей всей статистики. Важно не, как ты проявляешь себя на протяжении, там, с первой по 90 минуту каждого тура чемпионата России. А важно, как ты проявляешь себя в ключевые моменты. Это, кстати говоря, очень хорошо видно по теннису. Вот великие теннисные комментаторы, настоящие теннисные комментаторы никогда не анализируют статистику. Потому что они прекрасно знают. Теннис вообще очень своеобразная игра. Там можно выиграть меньше геймов, но выиграть матч. Да? В чем соперник. Важно не то, как ты подаешь весь матч, а важно то, как ты подаешь в самый нужный момент. Вот это важно. И эта статистика не исчисляется. Не, ну подожди. А с другой стороны, вот...